Благодаря главным героям Паралимпиады российской национальной сборной 40-тысячный стадион ликовал. Они преодолели себя, победили с огромным отрывом в медальном зачете и вдохновили жителей огромной страны и свидетелей большого спортивного триумфа с других континентов. Урожай наград рекордный – 80 медалей. Столько с Паралимпийских игр еще не увозила ни одна сборная за всю их историю. Спортсмены молодцы, им большая хвала, низкий поклон. Тем более спортсмены с ограниченными возможностями. Смотришь, это настоящие чемпионы, не всякий человек полностью здоровый и может такое сделать, как они. Бойба прекрасна. Они просто молодцы, они побеждают, преодолевают все и просто выступают. Это молодцы, это герои. Море, море, эмоции, весочие, супер, жаркие, твои. Шоу-закрытие, достигая невозможного, стало отражением первой для России Паралимпиады. Церемония еще раз продемонстрировала принцип инклюзивности в действии. На одной сцене на равных выступали певцы, танцоры и цирковые артисты с инвалидностью и без. Свой талант и искусство в этот финальный для сочинских игр вечер зрителям дарили мировой тенор Хосе Карерас, певица из Краснодара Навсет Чиниб, дирижер Алексей Петров, наш земляк-пианист Олег Акуратов, а также танцевальный коллектив из 210 казаков под управлением хореографа Николая Кубаря. Настолько тепло, чувствуется, что люди сделали невозможное. Супер, вообще классно, такие эмоции, это очень здорово. Вообще восторг, полный восторг, настолько красиво, значимо, волшебно просто. В финале церемонии закрытия детский хор задул лампадки в руках и огонь Паралимпиады погас. И буквально в следующую минуту небо над Олимпийским парком озарил праздничный фейерверк. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.